Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 29. Аминь. Первое послание Коринфянам, апостола Павла. Предисловие. Коринф, славившийся большим богатством, мудростью, хотя уверовал во Христа, но уверовав, находился в опасности отпасть от Христа. Ибо богатые составляли свои партии, а мудрецы свои, и сами, избрав себе учителей, порицали Павла как бедного и необразованного человека. Кроме того, один из них смесился с мачехой. Некоторые по прожорливости ели идоложертвенное, другие в денежных тяжбах судились перед эллинскими судьями. Далее, мужчины отращивали волосы, ели в церквах и не уделяли нуждающимся, превозносились дарованиями духовными. Относительно учения о воскресенье колебались. Причиной же всех этих беспорядков была внешняя мудрость, ибо она есть мать всех зол для тех, которые верят ей во всем. Посему Павел пишет в послании в Коринф с целью исправить все это. Поскольку же, что важнее всего, в церкви были разделения, а это происходило от высокоумия, то он прежде всего старается истребить высокоумие. Зараженные высокоумием думали, что они учат к чему-то высшему. Смотри страницу 414. 1 Коринфянам 1 глава 1 стих. Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, Исосфен, брат. Толкование блаженного фефилакта. Вот начало прямо изобличающей лжи учителей. Я, говорит, призван, а не сам изобрел, не своей мудростью постиг, и послан Христом, а не сам себя рукоположил, как ваши учители. Иисуса Христа. Учитель Христос. Как же вы назначаете в учителей для себя людей? Учителей волею Божию он спас и призвал нас не потому, что мы были достойны того, но потому, что ему было угодно. Поэтому теперь он же хочет, чтобы я был вашим апостолом. Как же вы желаете себе других учителей? Не противники ли вы Богу? По скромности наряду с собой поставляют человека, который был гораздо меньше его, а поступают так, чтобы пристыдить высокоумных коринфян, которые всех презирали. Комментарий Игнатия Лавкина. Чтобы определить себя, не противник ли ты Богу, противник по-еврейски сатана, нужно сверять свое учение, свою веру и свою жизнь со Священным Писанием. 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Первый, Псалом Давида, дает полное определение, не противники ли вы Богу. Если христианин с большим удовольствием читает что-то, а не Библию, то он отступник. Если с большим удовольствием проводит время на стадионе и у телевизора, а не в церкви и с народом Божиим, то он отступник. 2 Ездра 1 глава 49 стих. Также и начальники народа и священников поступали весьма нечестиво, превосходя во всех нечистотах всех язычников, и осквернили освященный в Иерусалиме храм Господень. Государство никогда не оставляло без внимания церковь. Оно старалось или подчинить ее, или уничтожить. На истинных христиан гонения влияют только положительно, и враг ничего не может поделать с ними, пока они не возлюбят временный мир и не станут противниками Богу. Иаков 4 глава 4 стих. Прелебодей и прелебодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. 1 Иоанн 2 глава 15 стих. Не любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Далее, 1 Коринфянам 1 глава 2 стих. 2 Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте и у них, и у нас. Толкование. 3 Церкви не того или другого, но Божией. Как же вы имеете предстоятелями людей? Если опять вы церковь, то должны быть в совершенном единении. Вы освящены не в человеке каком-либо, но во Христе, то есть через крещение, а не через мудрость или богатство, которыми гордитесь. И то самое говорит, что вы уверовали не от вас, но вы послушались и уверовали потому, что были призваны Богом. Поэтому и вера имеет свое начало от Бога, ибо если бы Он не призвал, то вы не уверовали бы. Благодать говорит, и мир добудут не только с вами, коринфяне, но и со всеми призывающими Христа, а не такого-то или к такого-то. Упоминает о верующих во всяком месте, чтобы показать, что все верующие составляют одну церковь, где бы они ни были. Как же вы, живя в одном городе, разделились? С одной стороны, присовокупил нашего, ибо сказав Господа нашего Иисуса Христа, поместив в середине, во всяком месте повторил и сказал, Господа и у них, и у нас, дабы показать, что Владыка для всех один. Некоторые, впрочем, понимают эти слова так, как они стоят, во всяком месте, и у них, и у нас, то есть, в котором и мы живем, и они. 1 Коринфянам, 1 глава, 3 стих. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодать и мир от Бога. Еще прежде, когда мы враждовали против Него, мы по Его благодати получили мир. И я молю, чтобы от Бога всегда было вам и то, и другое. Чтобы, то есть, вы не лишились ни благодати Его, ни мира, потому что вы живете в несогласии между собой. Как же вы применяетесь к людям и ищете у них, как учителей благодати и благоволения? Комментарий Игнатия Лапкина. Это замечание блаженного Феофилакта относится к нам, будто сказано им сегодня. 1 Коринфянам, 1 глава, 4 стих. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованные вам во Христе Иисусе. Толкование. Научает нас быть благодарными. Так делает почти в каждом послании. Но теперь особенно, кстати, говорит о благодарности. Ибо благодарность бывает за благодеяние. А благодеяние не есть ни долг, ни воздаяние. Следовательно, и этим из не излагает гордость Коринфян. По великой любви Бога общего для всех усвояет себе. Этим научает и Коринфян всегда питать благодарные чувства к Богу, а не к своим делам. Ибо говорит, благодарю ради благодати Божией, а не ради ваших дел. То есть через Христа Иисуса, а не через такого-то или такого-то. Зачем же вы внимаете людям? Первое Коринфянам, первая глава, пятый стих. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Толкование. Выражение в нем опять употреблено вместо через него. Итак, когда у вас есть богатство, и богатство Божие, и во всем, и через самого Единородного, то как же вы, неблагодарные, назначаете себе учителями людей? Есть и слово без разума. Когда, например, кто говорит пустое, без всякой мысли. Есть и разум без слова. Когда кто мыслит о высоких предметах, а для выражения их не находит слов. Но вы имеете и слово, и божественный разум, так что можете и мыслить, и говорить. Первое Коринфянам, первая глава, шестной стих. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Толкование. Слово «ибо» стоит вместо через которое. Через слово, говорит, и разум, которыми вы обогатились, утвердилось в вас свидетельство. То есть проповедь о Христе, ибо вы приняли эту проповедь не через внешнюю мудрость, но через знамения и дарования, которых вы удостоились. Комментарий Игнатия Лапкина. Апостол Павел рождал новых учеников через проповедь. Первая Коринфянам, 4 глава, 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников о Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, другого рождения не существует. И к своим рожденным от проповеди ученикам он обращается как к живым. Сегодня православная церковь – абсолютно неправильный вход в церковь, или через механическое детское крещение, или через навык хождения, через привычку посещать храм. Таким людям никогда нельзя сказать, что утвердилось в вас свидетельством, то есть проповедь о Христе. Сегодня говорят, что у апостола Павла был свой опыт, а у нас свой. Бог, как и автор этого мира и книги Библии, дает четкий и конкретный ответ, как родиться. Только через евангельскую проповедь, через рождение Духа Святого, чтобы утвердилось в вас свидетельство, то есть проповедь о Христе. 1 Коринфянам, 1 глава, 7 стих. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Если они не имели никакого недостатка в дарованиях, то как называет их далее, глава 3 стих 1, плотскими? На это скажем. Не все были духовны и не все плотяны. Поэтому все, о чем говорит теперь, говорит к духовным, а дальнейшее говорит к плотским. Или, может быть, вначале они получили всякие дарования, но впоследствии сделались нерадивыми и стали жить по плоти. Здесь устрашает их, напоминая о втором пришествии Христовом. Ибо если Христос явится, то как же вы имеете чуждых предстоятелей? Показывает и то, что при дарованиях необходимы добродетели. Ибо в тот день дарования нисколько не помогут тому, кто не жил добродетельно. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21-23 стихи. Наконец, словом явления выражает ту мысль, что Христос и теперь присущ, но сокровенно. А тогда явится 1 Коринфянам, 1 глава, 8 стих. «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неуповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Толкование. Словом «утвердит» показывает, что они колеблются, а словом «неповинными» выражает, что теперь они подлежат обвинению. В этом послании чаще, нежели других, упоминают о Господе Иисусе Христе, чтобы этим напомнить Коринфянам, кем они спасены и чье имя носят. Ибо христиане называются так от Христа, а не от имени какого-либо человека. 1 Коринфянам, 1 глава, 9 стих. «Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его Иисуса Христа Господа нашего». Толкование. То есть истинен Бог. Если же Он истинен, а призвал нас в общение Сына Своего, то есть к тому, чтобы вместе с Сыном прославить вас в Царстве Своем, то очевидно, что Он исполнит, что обещал. «Вы призваны, — говорит, — они сами по собственному опобуждению пришли. Как же вы гордитесь будто своими делами?» Заметь здесь. «Слава Иисусу Христу!» Заметь здесь, что слово «которым» прямо относится к Отцу. 1 Коринфянам, 1 глава, 10 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». Толкование. «Я не могу просить вас один, но беру себе в помощь имя Господа, от имени которого вы называетесь христианами и которые вы оскорбили, пожелав называться именами людей. Пусть это приведет вас в стыд. О чем я умоляю вас? О том, чтобы все вы были согласны и не разделялись. «Ибо что разделяется, то хотя, казалось бы, вместо одного становится многим, но на самом деле не делается многим, ибо что пользы в теле, рассеченном на многие части?» «В нем единство пропало». Итак, весьма выразительно назвал разделениями то, что происходило между ними. Этим словом ясно показывает, сколь бедственно было их состояние. «Выше сказал, чтобы все вы говорили одно, посему, чтобы не подумали, будто согласие состоит только в словах, припавляет, в одном духе, то есть умоляю, чтобы вы согласны были и в мыслях». Но многие об одном предмете думают одинаково, а о другом различно. Поэтому присовокупил, соединены в одном духе. Далее, многие бывают согласны в образе мыслей, но расходятся в расположении воли. Так, когда мы имеем одну и ту же веру, но не соединены между собой любовью, то хотя мыслим и одинаково, но расходимся в расположении воли. Поэтому, сказав, в одном духе, прибавил и в одних мыслях, то есть, чтобы они не разногласили ни относительно веры, ни относительно расположения воли. 1 Коринфян, 1 глава, 11 стих. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Толкование. «Чтобы не стали запираться, приводит свидетелей, а что бы ни показалось, будто выдумывает их, называет их, говоря о домашних хлоиных. Был дом в Каринфе, называвшийся хлоиным. Называет их еще братьями, ибо хотя грех их был явный, но ничто не препятствовало называть их братьями. Впрочем, не сказал, кто именно известил его, но указал на весь дом вообще, чтобы не вооружить их против известивших. Открывая слышанное о других, употребляет более мягкое выражение, споры. Но когда говорит от своего лица, то называет то же самое разделениями, стих 10. Что гораздо хуже споров. 1 Коринфян, 1 глава, 12 стих. «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Полосов, я Кифин, а я Христов». Толкование. «Но некоторые говорят это, не некоторые говорят это, но у вас». Впрочем, коринфяне не говорили так, но апостол дает такой оборот речи. Желаю показать, что если непростительно называться Павловыми и Кифинами, то тем более от имен других. Я Кифин. А Петре упомянул после себя, не для того, чтобы себя возвысить, но оказывая ему большее предпочтение, подобно как и Христе упомянул после. Вообще, в делах, которых не должно быть, упоминает пресса о своем лице. «А я Христов». Не за то укоряет, что говорит «а я Христов», но за то, что все так говорят, или лучше присовокупил это от себя. Желаю сделать обличение более сильным и показать, что в таком случае Христос усвояется одной части. Хотя коринфяне и не делали этого. 1 Коринфянам, 1 глава, 13 стих. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Толкование. «Зачем разделили вы Христа? Зачем расторгли тело Его? Речь, исполненная гнева». Некоторые же слова «Разве разделился Христос?» Понимали так. «Разве Христос разделил церковь с людьми и одну часть взял себе, а другую отдал им?» Этим опровергает неразумное поведение их и упоминает о своем имени, дабы не подумали, будто он упоминал об именах других по зависти. «Не сказал же, разве Павел сотворил или привел вас из небытия в бытие? Но, что гораздо более, показывая неизреченное человеколюбие Христово, говорит о кресте. Не сказал также, разве Павел умер? Но распялся, указывая темно мнимую бесчестность смерти. И я, говорит, крестил многих, но во имя Христово говорит о крещении, потому что причиной разделения было и то, что называли себя по именам крестивших. Но не в том дело, кто крестил, а в том, в чье имя крестят. Ибо Христос отпускает грехи, а не тот, кто крестит. 1 Коринфянам 1 глава 14 стих. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя». Толкование. «Для чего, говорят, гордитесь вы тем, что крестите? Когда я благодарю Бога за то, что не крестил. Так, говорит, не для того, чтобы уменьшить важность крещения, но для того, чтобы обуздать Коринфян, хваставшийся крещением. Ибо крещение есть дело важное, а крестить не важное». 1 Коринфянам 1 глава 15 стих. «Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Толкование. «Говорю это не потому, чтобы в самом деле так было, но из-за опасения, чтобы болезнь не достигла до такой степени. Ибо если при совершении крещения людьми незначительными произошло разделение, то если бы крестил я, проповедовавшего крещение, некоторые, конечно, согласились бы приписать крещение мне». 1 Коринфянам 1 глава 16 стих. «Крестил я также Стефана в дом. А крестил ли еще кого, не знаю». Толкование. «То есть всех бывших в доме Стефана. Это был великий, знаменитейший муж в Коринфе. Для меня, говорит, так нелестно крестить, что я даже и не помню, крестил ли я кого другого. Как же вы гордитесь крещением?» 1 Коринфянам 1 глава 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души. Толкование. «Ибо не переубедить человека и склонить его от отеческих преданий, и при том среди опасности есть дело великой и мужественной души. А приготовленного к крещению принять и крестить мог всякий, кто только имел священство. Но если бы он не был послан крестить, то как же крестил? Он не был послан для этого преимущественно, но ему не воспрещено было и крестить. Он послан был для дела важнейшего. Однако ему не воспрещено было исполнять имение важное. Не изложив высокомерие гордившихся крещением, переходит теперь к роднадмивавшимися внешней мудростью и говорит, «Христос послал меня благовествовать не в премудрости слова, то есть не красноречием и изящным словом, чтобы крест или проповедь о кресте не потерпела вреда унижения. Ибо что значит, чтобы не упразднить, то есть да не окажется бесполезным и тщетным?» В самом деле, если бы апостолы проповедовали с мудростью слова, то иные могли бы сказать, что они убеждались силой слова, а не силой проповедуемого. А это было бы унижением и вредом для распятого. Но теперь проповедуясь с простотой, они показывают, что все совершает сила распятого. Упраздняется крест и другим образом. Например, меня спрашивает Элли на чем-нибудь бложественном, превышающем наше разумение. «Если я буду доказывать ему посредством умозаключений и внешней мудрости, то окажусь слабым. Ибо никакой ум не может представить предметов божественных. Таким образом, моя слабость покажется слабостью проповеди. А этим упразднится самый крест, потому что окажется суетным и тщетным». Комментарий Игнатия Лавкина. «Поиск достойной кандидатуры на должность пастыря – дело весьма непростое. Сегодня ищут в кандидатах музыкальные способности и все, что угодно, но только неспособности нести Слово Божие в народ. Но проповедь с первых дней образования церкви была направлена на сокрушение дьявольских твердынь язычества и на построение храма Христу. Какими талантами обладали апостолы?» Знак вопроса. «Дух святой в огненных языках в первые же минуты проявился в них через благовестие. Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души. Сегодня священники многое умеют делать, знают трудности, какие предстоят им, чтобы совершать правильные богослужения в годичном круге. Но благовествование гораздо труднее и требует особенно твердой души. А благочестию, благовестию не уделяется никакого внимания вообще. А если кто-то и говорит, то таким холодом незнание Библии повеет, что только и скажешь, не веди нас, Господи, в искушение. Тому, кто думает быть водителем святых, предлежит великий труд. Благовествование гораздо труднее и требует особенно твердой души. 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Толкование. Были в Коринфе неверные, которые подвергали крест осмеянию и говорили, «Подлинно, глупо проповедовать Бога распятого. Если бы он был Бог, то не позволил распять себя. А поскольку он не мог избежать смерти, то как мог восстать из мертвых?» Верные, кажется, противостояли им своей мудростью, негодуя, что те злословили крест. Поэтому, говорит, «Не почитайте этого странным, ибо данное Богом для спасения кажется безумием для погибающих». Словом о кресте называют проповедь о кресте, или «Христе распятом». Для нас, говорит, не погибших, но спасаемых оно есть сила Божия. Но крест показывает им премудрость. Силы он показывает в том, что смертью разрушил смерть, ибо если побеждает падший, то это знак величайшей силы, а премудрость в том, что таким именно образом спас погибавших. 1 Коринфянам 1 глава 19 стих. «Ибо написано, «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Толкование. «Сказав, что неверные мудрецы погибают, подтверждает это Писание. Ибо оно говорит, мудрость мудрецов его погибнет». Рок Исаия 29 глава 14 стих. «Разумеется, «Внешних», то есть, в премудрости мира сего нет разума. Это уже не премудрость. И отвергнутое разумение тех, которые почитают себя разумными знатоками». 1 Коринфянам 1 глава 20 стих. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог премудрость мира сего в безумие?» Толкование. «Приветшее свидетельство из Писания доказывает потом мысль свою от дел и обличает как Еленов словами, где мудрец, то есть философ, так и иудеев словами, где книжник. А совопросников бы назвал тех, которые все основывают на умозаключениях и исследованиях. Никто из них не спас нас, но вывели нас из заблуждения рыбари. Выражение «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» стоит вместо «Показал, что она безумна, потому что не могла найти истину». 1 Коринфянам 1 глава 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди и спасти верующих». Толкование приводит к причину, почему внешняя мудрость обратилась в безумие. «Поскольку в премудрости обнаруживающиеся в тварях, ибо небо и земля и вся тварь проповедуют о Творце» смотреть Пселом 18 стих 2. «Римлянам 1 глава 20 стих. «Мир, то есть помышляющий о мирском, не познал Бога, а очевидно потому, что в этом препятствовала эта ему мудрость, какую видели в Красноречии. То благоугодно было Богу спасти верующих простотой проповеди, которая только казалась безумием, а не была такова действительно». «Итак, эллины имели своим учителем премудрость Божию, то есть усматриваемую в тварях, но не познали Бога, потому что водились с мудростью, состоящей в Красноречии, которая не есть мудрость». 1 Коринфянам 1 глава 22-23 стихи. «Ибо и иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие». Толкование. Павел хочет показать, как Бог противоположными средствами производил противоположные действия, и говорит, «Когда я скажу иудею «верь», он тотчас потребует для подтверждения проповеди знамений. Но мы проповедуем Христа распятого, а это не только не показывает знамений, напротив, кажется и слабостью». И однако это самое представляющееся немощным и противоположным тому, чего требует иудей, приводит его к вере, что и показывает великую силу Божию. Опять. Еллины ищут в нас мудрости, но мы им проповедуем крест, то есть проповедовать Бога распятого. Казалось бы, безумно, однако и они этим убеждаются. Итак, не есть ли это доказательство величайшей силы, когда они убеждаются противоположным тому, чего сами требуют. Для иудеев, говорит, распятый служит соблазном, ибо они притыкаются о нем, говоря, «Как может быть Богом тот, кто ел и пил с мытарями и грешниками, и распят с разбойниками?» А еллины и издеваются над этим таинством, как над безумием, когда слышат, что только одной верой, а не умозаключениями, которым они так привязаны, можно понять то, что Бог был распят, и что проповедь о кресте не украшена красноречием. 1 Коринфянам, 1 глава, 24 стих. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. Лакование. Для неверных иудеев, говорит, Христос служит соблазном, а для неверных иллинов кажется безумием, потому что те и другие не находят в нем знамений и мудрости, которых ищут. Призванным же иудеями иллином, то есть призванным от Бога, как достойным, Христос являет в себе и то, и другое, чего они ищут. Зачем в самом деле ты, иудей, ищешь знамений? Вот Христос, Божия сила, которая твои знамения. А ты, Елен, что говоришь? Ты ищешь мудрости? Вот у тебя Христос, который есть премудрость Отца. Все. Ну да.